Голосование – это еще один такой формат, где есть плавающее использование термина, где часто люди говорят, например, не голосование, а опрос. Еще один такой термин – это викторинный тест. Там тоже есть терминологическое различие, как и в голосовании с опросом. Но в данном случае мы видим заголовок опроса, на самом деле мы видим голосование. Смысл голосования – это отдать свой голос за какой-то из вариантов ответа. Сможет ли «Зенит» пройти? Давайте мы проголосуем. Мы считаем, что да. И результаты голосования нам показываются. Опрос – это немножечко другая история, и вы можете узнать это на странице, посвященной формату опроса. Чаще всего, конечно, мы видим, что у пользователя есть один голос, который он может распределить между вариантами ответов. Но, возможно, и такие голосования, когда у вас есть несколько голосов. Вы, например, можете проголосовать за трех кандидатов, которые вам представляет автор материала. Или выбрать пять, выбрать десять. То есть не обязательно один голос, которым может обладать пользователь. Но, конечно, чаще всего используется у вас один голос. Отнесите в коробочку один, коробочку два или коробочку три. Кстати, «Зенит» пройти»